Центральный банк должен прекратить быть таким непонятным регулятором, чего, когда и зачем. Друзья, представляю следующего спикера, крупного Юрия Васильевича, председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Добрый день, Юрий Васильевич. Да, ну, понимаете, мы уже обсудили все важнейшие вещи, что, представляете, надо уже масштабно посмотреть на, конечно, с точки зрения того, что мы с ним не будем сидеть. Ну, вот Александр Рар буквально оттуда и за границей сказал, что вот это 30-летие для России было потеряно. Вот первый пункт. И потерянный, конечно... Большое видится издалека, ему виднее оттуда. Ну, в принципе, мы с ним не будем спорить, наверное, это правильно сказано. Я с ним тоже не буду спорить. Да, и очень важно то, что самое главное, с чем уже точно Константин Анатольевич и никто не будет спорить, то, что произошла мощнейшая день. И в этом смысле идея основная, ну, Россия как новой цивилизации, самостоятельной цивилизации, самопытной, полностью, безусловно, мною разделяется. И я вижу, что основная задача этой самопытной цивилизации прекратить терять время и восстановить свой статус сверхиндустриальной мировой державы. Вот это первый момент. По сути, речь идет о восстановлении индустриального суверенитета, если использовать такое достаточно необычное выражение. Для этого, конечно, нужно кардинально менять систему управления. Сегодня система управления, очень мягко выражаясь, я не буду вообще критиковать сегодня никого почти, но сегодня система управления, она просто не работает, не фурычивает, как обычно говорят люди. И я не буду говорить о отрицательных сторонах, о огромном том вреде, который приносит нынешняя система управления. Не буду на этом заостряться, но основной вопрос в том, что по большому счету мы с этой системой управления идем в тупик, уже зашли в тупик, и нам нужно выстраивать параллельный контур управления. И вот я хотел бы, по сути, сейчас кратко изложить идею, как реализовать тот новый курс, который мы, я уверен, все здесь придерживаемся и который надо притворить жизнь. Я считаю, моя точка зрения, что сегодня нужно вместе с властью, навязывая власти, пытаясь это вместе с властью сделать, нужно создавать, по сути, такой индустриальный спецкомитет, в котором, вот на основе наработок Совета по промышленной политике торгово-промышленной палаты во главе с Константином Анатольевичем Бабкиным, фактически у нас есть задача развернуть порядка 70 новых национальных индустрий. Ну мы насчитали порядка 70, понятно, что эта цифра не абсолютная, просто мне важно показать смысл и характер, вот масштаба этой проблемы. И вопрос идет не о том, что сейчас улучшится кредитно-денежная политика, что обязательно нужно, и у нас сразу все зафурычит, восстановится производство, у нас очень мало производства, у нас крайне слабая обрабатывающая промышленность, нам нужно создавать, по сути, всю заново, всю нашу индустриальную систему, нашу промышленность, вот для этого нужно 70 новых национальных индустрий. Ну, кратко просто для примера, скажем, о чем идет речь, да, ну вот смотрите, берем газоводоочистку. Колоссальный вопрос во всем мире, у нас были всегда перспективные наработки, это серьезное экологическое машиностроение, выражаясь современным языком, надо его продвигать и, соответственно, навязывать, в том числе и другим странам, как экспортные варианты. Другой вопрос, это мой любимый лен, считаю, что Россия имеет все шансы восстановить себя, как первая льняная держава, буквально, кстати, в пятницу Мантров Денисович объявил официально, и для этого нам нужно поставить задачу создавать такую индустрию, которая бы весь мир одевала в прекрасный по своим потребительским качествам и относительно дешевый лен, и так далее. То есть, для примера, чтобы понимать, что такое индустрия, например, последний пример такой, восстанавливать плодородие почвы, улучшать плодородие почвы в любой точке земного шара. Вот такую индустрию мы тоже прорабатываем и создаем. Я могу долго про эти 70 индустрий говорить, сейчас времени нет, неоднократно выступал на эту тему, но, собственно, вот такой индустриальный спецкомитет нужен для того, чтобы организовать реиндустриализацию страны. Я вполне думаю, что это может быть государственно-общественная система, то есть Совет по промышленной политике, движение «Новый курс» вместе с государством. Почему нет? И я призываю вот разумных людей у нас и в регионах, и на федеральном уровне, в высшем руководстве страны, такой индустриальный спецкомитет срочно создавать. Дальше, чтобы это реализовать, безусловно, я вижу в техническом плане, что это должна быть цифровая платформа новых национальных индустрий, тоже соответствующие предложения есть. Она должна увязать заказчиков, транснациональные цепочки добавленной стоимости и так далее. Это станет хорошим организационным форматом, и, собственно, цифровизация и нужна для того, чтобы создавать новые мировые практики, планетарные практики, индустрии. И далее, в итоге, конечно, под это, под все, нужно подвести правильный финансовый форсаж, финансово-инвестиционный форсаж. Опять не буду обсуждать, что у нас инвестиционная деятельность, она просто находится в примитивном состоянии, просто стыдно даже это обсуждать. Но нужна накачка. И здесь, конечно, центральный банк должен прекратить быть таким непонятным регулятором, чего, когда и зачем, а, соответственно, перейти к прямой накачке промышленности необходимыми финансами, кредитными финансами, о чем прекрасно Сергей Юрьевич Глазев, соответственно, в своем выступлении сказал. Ну и в заключении, а что хочу сказать? Вот такой индустриальный спецкомитет, я, кстати, очень хотел бы, чтобы, скажем, Константин Анатольевич не просто поддержал эту идею, но и как-то так посмотрел на себя, в том числе, чтобы возглавить этот индустриальный спецкомитет, который вполне можно приступать, создавать уже в самое ближайшее время. Я считаю, что это позволит, с одной стороны, не разваливая всю существующую систему, ее быстро не переведешь на новые рельсы, создать такой параллельный контур управления и достичь важнейших результатов, которые сегодня крайне необходимы, не из-за того, что этот ковид пришел и там разрушил нашу промышленность, а из-за того, что, конечно, нынешняя экономическая модель, она абсолютно тупиковая. Вот спасибо, все, что я хотел сказать. Спасибо, Юрий Васильевич, за интересное выступление, содержательное, как всегда, ну и за ваши предложения возглавить комитет, планирующий экономическое развитие. Ну, я сразу скажу, что я согласен, если вы мне отдадите в руки управление денежно-кредитной политикой, налоговой политикой и внешнеторговой политикой, тогда, вот, если мы будем иметь вот эти рычаги, мы спланируем разумное развитие индустрии посевов льна, переработки льна, развитие легкой промышленности, дизайна изделий легкой промышленности, разобьем систему подготовки кадров для легкой промышленности, для сельского хозяйства, и повторим вот эти действия в отношении всех возможных отраслей экономики. Это действительно, я не шучу, я уверен, что это возможно, это было сделано вот сто лет назад советской властью, когда она имела возможность планировать. Такие вещи сделали, там, Япония в 70-е годы, это сейчас делается в Китае, в Англии это было сделано в 19-м веке. Может, мы, этот процесс, это может быть сделано в нашей стране, и наша страна может действительно испытать огромный длительный период динамичного развития, если будут правильно поставлены цели теми или тем, кто имеет вот рычаги влияния на решение реальной экономики. Вот, поэтому, ну, пока вы мне, я боюсь, что не можете эти рычаги предоставить, поэтому я не смогу принять ваше предложение, но наша задача в рамках Московского экономического форума, в рамках движения «Новый курс», в рамках «Партия дела» это убедить всех, ну, как можно большее количество людей в том, что все может и должно быть гораздо лучше, и что есть для этого реалистичный рецепт. И об этом мы сегодня много говорили, и мне кажется, вот эту мысль мы сегодня сделали более понятной вот нашим уважаемым зрителям и участникам. Сергей? Константин, спасибо. Друзья, а мне вновь очень приятно объявить еще одного нашего победителя конкурса СССР за развитие идей спикера. Награда достается Игорю Глевенко, 26 лет, из города Ставрополя. Небольшой фрагмент из работы Игоря. Я хотел бы его снова процитировать. Почему деньги страны не направляют на развитие? По словам Константина Бабкина, если привести размер резервов России к разумному уровню, освободится 500 миллиардов долларов. Несложно представить, что будет с Россией, если вложить эти средства на развитие промышленности, сельского хозяйства, спорта, архитектуры, на благоустройство регионов и многое другое. Экономика не просто выйдет на новый уровень, а станет полностью управляемым, стремящимся к развитию локомотивом. Юрий Васильевич, у нас на связи Глевенко Игорь. Давайте попробуем связаться с ним. И Игорь готов задать вам свой вопрос. Игорь, здравствуйте. Вы говорили, что у нас в принципе в стране в корне неправильное управление и то, что отсутствует постановка целей. И я с вами в этом полностью согласен. Так вот вопрос у меня назревает на пенсии страны. В каких регионах или в каких отраслях лучше искать такого человека, который сможет грамотно распорядиться всеми ресурсами и предоставит стране новый курс, так сказать? Ну, вы знаете, будет ответ, может быть, очень простой. Во-первых, действительно очень много толковых, относительно молодых, там от 25 до 40 лет чиновников и предпринимателей в регионах России и в Москве. Они все понимают, они действительно очень много умеют, хорошо образованы. И, честно, я не вижу проблемы, как найти этого человека. То есть, мне кажется, надо не с фонарем, как диаген, ходить там по регионам, выискивать, смотреть где-то то ли на помойках, то ли в каких-то региональных правительствах, искать, кричать, где ты тот человек, который нас спасет. Основной вопрос, что руководство страны должно поставить правильную задачу. Вот Путин, Владимир Владимирович, совершенно правильно уже 6 лет говорит про то, что стране нужен рывок и прорыв. Ну, правильно, но для этого нужно, соответственно, организовать систему управления и поставить, назначить персонально ответственных людей. Не справляется – пошел вон. И эта ситуация, она абсолютно простая и очевидная. Вот я говорю, индустриальный спецкомитет, вот, пожалуйста, давайте делать, кто-то не справится там, Константин Анатольевич не справится, Бабкин, значит, будем мы его ругать, проголосуем против него, хотя я уверен, что он блестяще справится. Поэтому проблема не в том, чтобы найти человека, а в том, чтобы правильно, с моей точки зрения, поставить управленческую задачу. Васильевич, спасибо вам большое за ваш ответ. Это было включение Игоря Глевенко, победителя нашего конкурса «Эссе». А я хотел бы попросить, Юрий Васильевич, вас еще задержаться, потому что вам достался спор с известным либералом. В самом начале пандемии в России московский бизнес-портал GlobalMSK.ru опубликовал фразу с пресс-конференции Эльвиры Набиулиной, главы Банка России. При сложившейся ситуации, она сказала, «Нет необходимости в пособии. У нас есть другие инструменты, позволяющие поддержать доходы, потребительскую активность и россиян. Прямые выплаты вводятся, когда остальные меры исчерпаны, то есть базовые ставки обнулены, балансы центральных банков раздуты, запущены программы выкупа ценных бумаг». Что вы скажете на это? Очень кратко на самом деле скажу. Вы знаете, я все время удивлялся, у нас вот сейчас чуть по-другому назвали Внешэкономбанк, ВЭПРФ, да, но все время официально это банк развития. И у меня все время возникал вопрос, а центральный банк, Банк России, это банк чего? Неразвитие, просто банк какой-то, контора бухгалтерская или что? И в этом основная проблема. Абсолютно правильно и Константин Анатольевич, и Сергей Юрьевич, да, собственно, все выступающие, Оксана Генриховна, все говорили одно, банк, наш Банк России, это фундаментальное просто чудо-оружие, вундерваффе. То есть, соответственно, с ним можно сделать все. Но что делать, если руководство центрального банка так себя не рассматривает, а видит в себе бухгалтеров, которые, так сказать, мухлюют этими всякими инструментами прекрасными, но результата мы не видим. Вот в этом проблема. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Спасибо.